Трасса 101 Приветствую в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает почти В этом году на дорогах Кировской области на четверть стало меньше аварий с участием нетрезвых водителей Чаще всего по данным госавтоинспекции такие ДТП случаются по воскресеньям В период времени с 5 до 8 вечера С января по май сотрудники ДПС задержали почти 1300 пьяных шоферов Более 220 из них сели за руль под градусом повторно Чаще всего суды приговаривают таких нарушителей к обязательным работам 36 граждан отправились за решетку на срок до двух лет Трасса 101 По поводу повторности тут сделана корректировка сообщает российская газета По-прежнему нарушение будет считаться повторным, если оно совершено в течение 12 месяцев Со дня вступления в силу предыдущего постановления Однако, если нарушитель оплатил штраф в первые 10 дней То есть до вступления постановления в силу То срок будет отчитываться со дня оплаты Якобы прежняя формулировка нередко порождала путаницу и недовольство автовладельцев Трасса 101 В Совете Федерации откликнулись на предложение руководителя ГИБДД Михаила Черникова Организовать в школах изучение ПДД и уроки вождения По словам одного из сенаторов, это могло бы повысить культуру водителей и пешеходов Кроме того, возможность отучиться на права в стенах родного учебного заведения могла бы подогреть интерес подростков к образовательному процессу в целом Добавлю, что глава госавтоинспекции предложил готовить водителей в школах в свободное от основных занятий время Трасса 101 Еще одна попытка снизить нештрафуемый порог превышения скорости с 20 до 10 км в час Соответствующий законопроект внес на рассмотрение Госдумы один из депутатов-единоросов Изменения касаются несоблюдения скоростного режима только в населенных пунктах За их пределами все должно остаться как прежде, то есть 500 рублей штрафа за превышение от 20 до 40 км в час Впрочем, говорят эксперты, Нижняя палата парламента вряд ли поспешит с одобрением инициативы на носу выборы Трасса 101 Киров попал в тройку российских городов, жители которых быстрее остальных могут накопить на покупку поддержанного автомобиля Все эти выводы, конечно, можно сколько угодно критиковать, но автор исследования, компания Авито, уверяет, что так оно и есть В общем, при средней стоимости легковушки с пробегом в 250 тысяч рублей Кировская семья якобы накопит на нее менее чем за 9 месяцев Средний показатель по стране почти 10 месяцев Накопит, значит, будет полностью откладывать зарплату одного из супругов На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова До свидания Трасса 101 Трасса 101